На всех улицах города картина сейчас практически одинаковая. Местами не то, что пройти, а даже проехать на машине сложно. Череповчане недовольны лужами во дворах. Лужи у нас постоянно, вот это вот никогда не просыхает, ее даже не засыпают. Двор у нас тоже не чистят, вот посмотрите, лед все время. У нас только коммунальные услуги повышаются. Сейчас вот шел через дорогу, пришлось переходить, перепрыгивать. Ну а что сделаешь с лужами? С лужами ничего не поделаешь. Пока солнышко не высушит, никуда они не уйдут. В зимних сапогах до сих пор хожу. Промокают? Не промокают, но неудобно, жарко. Скользко всегда вечером, стараюсь не выходить в это время, когда темнеет. Башмаки сырые, постоянно с собакой гуляю, сырая, грязная, вечно. Вот там лужа все время стоит, все времечко. И вроде колодцы рядом, а вода все время там стоит. Вот там вода стоит за боулингом. Как рассказали водоканали, причин скопления талых вод может быть несколько. Во многих дворах ливневая канализация не предусмотрена. Да, плюс может быть какой-то там асфальт, который нуждается в ремонте. И в связи с этим в углублениях задерживается вода. В таких случаях управляющая компания тоже находит какие-то варианты. Либо отводит воду в бытовую канализацию, если это возможно, да, чтобы не произошло, опять же, никаких сложностей уже с бытовкой. Либо они отводят воду куда-то на рельеф, на газон. Если же управляющая компания не реагирует на жалобы жильцов, можно позвонить в Единый центр обращений граждан по телефону 083, а также оставить заявку в приложении «Мой череповец». Если ливневая канализация во дворе есть, но она не справляется с потоком воды, на помощь придут специалисты водоканала. По заявке на место выезжает спецмашина. С ее помощью рабочие быстро устраняют засор. С приходом весны у водоканала возобновились плановые работы по чистке городских канализационных сетей. За зиму в системе скапливается много песка, щебня, кусков асфальта и даже окурков. По словам специалистов, попадаются и мобильные телефоны. С помощью спецтехники работники промывают коллектор и достают оттуда весь мусор. На данный момент по подготовке к паводковому периоду дождеприемные колодцы в узких местах у нас прочищены. Это в количестве 302 штук. И также в тех же узких местах порядка 3 километров сетей уже промыто. То есть основные места, те, которые мы с прошлых годов видели подтопление, в тех местах уже подготовлены для пропуска паводковых. Вот все сделано. Дальше идет плановая промывка сетей. Сейчас бригады водоканала работают во всех районах города. За день одна спецмашина промывает 500-600 метров участка, на котором образовался затор. В планах коммунальщиков до начала осени успеть промыть еще 63 километра бытовых сетей и ливневой канализации. Алена Колчина, Татьяна Кудрявцева, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова